Поехали! У нас три секунды, сейчас научусь опять переключать. Первый синдром, который мы нашли, это синдром Купера. Британский хирург. Кстати, в честь него даже названа связка Купера. Информации крайне мало, поэтому если вы чего-нибудь там знаете, присылайте мне на почту, на WhatsApp, буду благодарна, буду дополнять, чтобы и другие люди знали. В данном случае, в свое время, он предложил синдром Купера, именно как не связка синдром, а по поводу мастодини, невралгии, то, что это может быть как корешковый синдром, то есть появление болезненности в молочной железе без каких-то изменений в ней. И вот он первый об этом начал говорить, что такое иногда тоже может у наших женщин встречаться. Так что Купер Аслей, британский хирург, и у нас это где-то 1829 год. Следующий, это, который мы нашли, синдром Коудена. Частота встречаемости данного синдрома, это множественные гомортомы, в принципе. Притом, получается, мы уже сегодня с вами обсуждали, что Q85.8, где-то можно туда это засунуть, но это именно как в том числе генетическое состояние, то есть сейчас синдром Коудена ассоциируется с мутациями гена ПТН, супрессора опухолевого роста. И при наличии множественных гомортом считается, что риски рака молочной железы повышаются. Но такой синдром встречается в среднем один случай на 1 миллион человек. Впервые описан в 1963 году, и Коуден – это фамилия первого пациента, то есть это врачи были другие, которые это увидели, заметили, это Кеннисон и Деннис. Поэтому первые, в принципе, симптомы, какие еще могут быть у данного заболевания, это может быть и психологическая задержка развития, миопия, аномалия развития лицевого черепа, частые синуситы, болезни зубов, гиперкератоз, папилматоз кожи, слизистых оболочек, патологии считаемой железы. Это как раз доброкачественные опухоли в различных отделах желудочно-кишечного тракта, в том числе ликоплакия, мастопатия, нарушение менструального цикла, недоразвитие матки, нарушение речи. По идее, так, но мы можем с вами это видеть только в виде множественных доброкачественных образований. Ну и в данном случае нас интересует исключительно молочная железа. Мы уже говорили сегодня про гомортому, то, что это есть рентгенологический, есть, получается, в клинической практике диагноз, может быть, как гистология, но патологии не может быть. И плюс, тут смотрите, какая в принципе гомортома, это аномальное развитие, да, получается. Но в гомортоме у нас может развиваться преобладатель одна или другая ткань. А если там развивается больше, допустим, железистая или соединительная ткань, да, то это у нас с вами уже переходит в момент фиброденома, если жировая, то это липома и тому подобное. То есть мы иногда просто это уже вот раскидываем по другим нозологиям. Но иногда бывает прям чётко просто, как идёт кусок железистой ткани, никак не изменённая, но выглядят вот такими с чёткими контурами образования. Следующий именной синдром Шемель-Буша. Одно время так называлась даже мастопатия. Потом этот термин у нас потихонечку ушёл. То есть синонимы – это как раз и мастопатия, и гормональная гиперплазия в молочной железе. Тоже немецкий врач-фатолог, в принципе, прославился даже не тем, чтобы вот он открыл и описал мастопатию, а тем, что изобрёл безопасные подачи анестетиков, то есть хирургические эти маски, хирургической практики, конечно, это достаточно упростило работу хирургов и стали, возможно, длительные операции. Были ещё периоды в истории, когда сменялись моменты мастопатии. Их называли, вот эту нашу с вами фиброзно-кистозную, называли по-разному. И синдром Реклю, он, в принципе, тоже характеризует как болезнь Шемельбуша или, в принципе, вот объединяли как-то и болезнь Купера, хотя, опять-таки, болезнь Купера мы с вами только что обсудили, что это у нас всё-таки идёт мастодиния, то есть просто болезненность без изменения. Синдром Реклю, он больше, как бы, делал акцент на поликистозную дегенерацию в тканях молочных желёз. В череду английских и немецких хирургов затесался и француз. И если мы посмотрим, то действительно у нас получается, что один из первых Купера описал просто фиброзно-кистозную мастопатию в том числе, хотя синдром его по-другому, другое означает. В Эльпью описание мастопатии применил термин хроническая эндурация, то есть, и, конечно, она прям вот правильная в каком плане, потому что, в принципе, действительно часто, особенно когда выраженный секреторный компонент, то есть кистозное изменение тканей, то это как болото, то есть у вас вся молочная железа, мало того, что заполнена вот этим секретом, только вся ткань тоже получается такая пастозная и сделать ничего не может. В 1940 год Броди предложил называть это заболевание серозно-кистозной опухоли молочной железы. Мы не ставили его отдельно, потому что нет такой болезни Броди, это все-таки просто как автор. И Шамильбух идет как кистозная аденома, у него и такие моменты были. Но, честно говоря, настолько единообразные идут ссылки, то есть очень ограниченные, что не могу сказать, что вот нашла первоисточники и взяла информацию оттуда. Что еще нашла? Нашлась, что есть синдром Вильяминова, это телеотоксическая мастопатия, то есть это сочетание как раз-таки у нас с вами гипотириоза и проявления мастопатии. Чаще двухсторонние имеют болевые синдромы и считалось, что в анамнезе идет тяжелая психотравма и вообще в принципе мастопатия как следствие некомпенсированного нашего тириоза. И в данном случае мы действительно с вами об этом постоянно говорим. И не надо забывать по поводу того, что состояние щитовидной железы напрямую влияет на состояние молочной железы. И если у нас идет действительно некомпенсированный гипотириоз, то молочная железа пастозная, и нам трудно с этим справиться. И наши препараты, которые мы назначаем, не всегда срабатывают. И именно через, наоборот, призму здоровья щитовидной железы мы можем влиять и на молочную железу. Поэтому мы немножко сейчас просто все упростили, забыли авторов, но это действительно так. В моей практике несколько раз встречался этот синдром Мандора. Было достаточно. Первый раз, когда я прям только-только пришла работать, пришла бабулька, раздевается, наклоняется и говорит, посмотри, пожалуйста, дочка, и у нее от молочной железы и по всей передней, как раз вот этой серединной ключичной линии идет такой плотный-плотный жгут. Потом я уже, как бы, а у меня же был папочка. Ну, он и сейчас есть, но это было, если ты что-то не понимаешь и не знаешь, ты звонишь или идешь к Ларисе Марковне Бородиной, или там звонишь папочке, папочка, а что это такое? И папочка тебе подсказывает. Поэтому в этом отношении, конечно, здорово, когда у тебя есть с кем посоветоваться. И сейчас я это часто вижу на молокоотсосах, у лактирующих, но бывает по-разному. То есть они приходят, у них резко болезненный жгут, чаще плотный. То есть просто идет вот как раз-таки обострение тромбофлебита. В принципе, от 2 до месяца проходит самостоятельно, но можете гепариновой мазью помазать и все. То есть ничего такого специфичного какого-то лечения в данном случае не требует. Синдром Минца. Сейчас мы, конечно, это говорим как внутрепротоковое разрастание, но там чудо не с времен Гиппократа оценивалось, что любые появления кровенистых выделений, это рассматривалось как онкология молочной железы. И в 1911-1912 годах на конференции медицинской как раз Владимир Михайлович выступил с тем, что ничего подобного, бывают еще и внутрепротоковые папилломы, которые тоже могут давать такой же симптом, как кровенистые выделения из соска. Поэтому в данном случае одно время это синдром Минца, так и называлось, внутрепротоковое разрастание, но сейчас все-таки мы ушли в, вернее, забываем авторов. Синдромы гиперпролактинемии. Интересно, но мы их опять-таки функциональной гиперпролактинемией называем. Если это не связано у нас, ну, мы-то в своей практике смотрим, просто опять-таки пытаемся дифференцировать. Но посмотрите, оказывается, было несколько врачей. Они такие комплексные, потому что действительно эта группа врачей впервые опубликовала тот или другое наблюдение. синдрома Киария-Фрамеля. Это персистирующая галактарея, аминорея урожавших женщин. То есть получается, что у нас во время, ну, как бы после родов, во-первых, пока идет лактационная аминорея, то есть отсутствие менструации, и идет вот за счет этого, вернее, не так, они как бы друг друга блокируют, да, если у нас идет активная галактарея, то она не дает возможности нормальной эвуляции. Есть персистирующая галактарея, аминорея у нерожавших женщин. Как раз мы на этом основываемся, что, допустим, сбои, да, нерегулярность цикла. Раньше вообще это была основная причина борьбы с бесплодием, да. Мы в первую очередь, если это выявляли, начинали назначать препараты, снижающие уровень пролактина, и дальше смотрели, что у нас нормализовывался цикл. Сейчас какие-то моменты, я вижу, что прям это пропускается врачами, а сразу же женщина берется в ЭКО-программу. Синдром Форбса-Олбрайта – это персистирующая галактарея, аминорея у лиц с аденомой гипофиза. Мы действительно, когда выявляем малозимные выделения из соска, особенно если есть нерегулярность цикла, то в первую очередь просим проверить, во-первых, уровень сдать пролактина, какой он, да, и дальше, если у нас с вами уровень мономерного пролактина высокий, то дальше доделать МРТ-гипофиза и исключить микроденомы гипофиза. И только что об этом говорили, синдром Ван Вика-Рос-Энесса по поводу гипотириоза. То есть, естественно, мы сейчас с вами знаем, что такая функциональная гиперпролактинемия – это не только гипотириоз, да, это и стрессорное состояние, лекарственное наведение, проблемы бывают с надпочечником, то есть там причин много. Но то, что гипотириоз может нам с вами повышать уровень пролактина, это вот тоже было замечено давным-давно в истории, и об этом просто не надо забывать. Синдром Поланда. Описан синдром дефекта и отсутствия ткани молочной железы, недоразвития. И часто он сочетается еще с дефектом большой и малой грудной мышцы. И хотя он и пишет, что чаще встречается справа, но, естественно, он может быть в любых моментах. И в данном случае это относится у нас к синдрому брахиодоктилии. И как это решается? То есть если мы выявляем, или у нас идет пациент с синдромом Поланда, то в принципе компенсаторно за рубежом делаются в подростковом возрасте операции по постановке эспандера. И когда девочка у нас уже созревает, то дальше этот эспандер меняется на постоянный эмпакт. То есть вот такая коррекция данного симптома. Синдром Динлея. Честно говоря, прямо мы с ним замучились, нигде не могли его найти, но, говорят, бывает такое сочетание, что клинически проявляется у пациентов с плешивостью, оттопыренными ушами и недоразвитием молочных желез. Но чаще там туннельные синдромы описано, то есть вот больше информации по синдрому Тинлея я не нашла, но решила, что все-таки из презентации выкидывать не буду. Синдром Эштейна-Левентали это как раз с поликистозом яичников, но если не зачитывать все же, какие могут быть наследственные предрасположенности, какие врожденные аномалии, то по поводу молочных желез это получается, появляется период полового созревания, и в данном случае туда относятся мастопатия, фиброз, доброкачественные опхоли, зачастую у пациенток встречается гиперпролактиномия, то есть наши банальные, ну, как бы наши типичные синдромы, но вот именно наличие поликистозных яичников и если есть уже какие-то изменения, то можем генетически смотреть, есть ли там этот синдром Эштейна-Левентали, и дальше уже смотреть, как он может корректироваться. Болезнь Пиджета это по автору, по доктору британскому хирургу, который впервые как бы описал, что изменение эпителия в протоках именно в соске выходит наружу и дает нам изъязвление этого соска, то есть постоянные незаживающие такие корочки, да, изъязвление на поверхности соска, это в первую очередь, мы, конечно, этого боимся, мы знаем, что нам надо это дифференцировать с экземой, герпесом, кератозом, атеромой, да, вот то, с чем я сталкивалась периодически, но не надо забывать, что все-таки в первую очередь мы боимся, там идет, как диагностика, это соскоб, то есть прям берем скальпель и до крови не отпечаток, вы на отпечатки не поймаете, до крови соскабливаем, опять-таки после этого уже наносим на покровное стекло и дальше уже смотрим клетки, они неравномерные, и вот восстанавливается, вернее, выставляется диагноз, естественно, в зависимости от стадии, когда мы это выявили, идет хирургическое лечение с удалением соска. Синдром Линча, это у нас больше связано с уже современными технологиями наукой, это генетика, и в данном случае наследованные мутации в случаях семей рака молочной железы и яичников при семейном аденоматозном полипозе, различных опухолевых синдромах, и в данном случае как раз сочетание тех или других раковых локализаций, это вот описал синдром, то есть синдром Линча, и в данном случае он описывал как раз наследственный рак молочной железы и яичников, да, и связанная с этим максимально частой мутацией в генах БРЦ1, БРЦ2. Синдром Линча, это множественные аденокарциномы, и это опять-таки определенные мутационные гены, поэтому это уже вот такие более современные моменты. Синдром Стюарта Трипса, появление лимфангиосарком в верхней конечности на фоне длительно существования существующих лимфоматозов руки через 5-10 лет. Сейчас у нас все-таки как бы больше контроля существует, меньше осложнений, лучше выживаемость, потому что у нас хорошая с вами химиотерапия, лучевая терапия. А раньше, во времена Холстеда, когда вот с этими максимальными калечащими операциями, они давали, конечно, слоновость верхних конечностей со стороны удаления, и это приводило к появлению потом осложнений в виде лимфангиосарком данных зон. И описывались они как очагивенно-красного цвета на коже, но часто вот, кстати, такого плана лимфа красная, это все-таки как метастатические поражения потом кожи в том числе. Химия, лучевая терапия, дальнейшая тактика лечения и ведения данных пациентов. Но будем надеяться, что все-таки сейчас такие симптомы, синдромы уже встречаются редко. Хотя мы тут обсуждали, мне присылали в Фейсбуке по поводу того, что на этой неделе у меня был случай запущенный, то есть приходят, обращаются женщины, считайте, это Москва, и ты уже ставишь там четвертую стадию, потому что уже отечные изменения и фиксации как грудной клетки, так и втяжение соска идет, и огромный пакет лимфоузлов в акселярных зонах, и женщины бояться не ходят. То есть такие моменты, увы, бывают. Но переходим к следующему синдрому или симптому уже. Это симптом прибрама. То есть если у нас опухоль находится под соском, при подтягивании за сосок опухоль смещается за ним, что характерно только для онкологической опухоли. Мы действительно с вами, когда осматриваем пациента и молочную железу, какие-то такие, если плотность есть, можно попробовать потянуть за сосочек, посмотреть, насколько она фиксируется вместе. Но если вы думаете, что на этом остановились, ничего подобного. есть бензонадосимптом, это втягивание соска при сдавлении двумя пальцами. То есть мы, получается, фиксируем опухоль и вот ее смещаем. А если она, эта онкологическая опухоль, фиксирована к соску, то сосок начинает втягиваться. То есть, знаете, справа налево один автор, слева направо другой автор. Так что в данном случае welcome. Не знаю, кстати, хвастайтесь, если у вас будут свои какие-то. У меня был симптом синюшности указан. Это я описывала и больше нигде не встретила. Это у подростков. Именно в подростковом возрасте у них располагаются кисты прямо под соском. И поэтому они просвечиваются. Вот этот симптом синюшности на ореоле у подростков говорит о наличии кисты и просто в тканях молочной железы. Сейчас, по идее, все вот такие вещи патентуются. Но когда, ну как бы для сбора вот этих патентов мы их периодически действительно получаем, сейчас у нас две заявки рассматриваются. А я подала, мне сказали, что нет, это уже описано, притом мной же. Вот. То есть надо вначале подавать на патент, потом уже писать в каких-то статьях. Так что имейте в виду. Следующий момент. Ну, по крайней мере, у меня есть годность, что это мой симптом. Естественно, не моего имени, а просто мое наблюдение. Симптом круазье это утолщение соска и ореола при раке молочной железы вследствие отека и забивания, в принципе, метастазами нашей с вами лимфотока. И в данном случае, конечно, мы часто это видим, что отечная кожа, да, как апельсиновая корка, ты не можешь ее взять, как бы пропальпировать, потому что идет не за счет. Тут, понимаете, иногда бывает, что приходит пациент, у меня была такая ситуация, когда пришла пациентка, а у нее вот такого же плана отечность есть по ореоле прямо, ну, сантиметра, там, 4, а все остальное хорошо. По ультразвуку все хорошо, момограммы все хорошо, и, как бы, эта отечность, красноты нет, я бы списала это иначе тогда все на воспаление. И мы, как бы, проанализировав все, с ней договорились, что она вернется через месяц, а в этот момент она там банальным каким-нибудь румелем помажется. И когда через месяц она пришла, эта отечность ушла. Если бы она не ушла, я бы брала гистологический кусочек этой кожи для того, чтобы посмотреть, из-за чего происходит иммунизация лимфооттока в этой зоне, да, за счет каких клеток или за счет каких ситуаций, потому что у меня не было воспалительного компонента. И в данном случае там все обошлось. Но та пациентка, которую мы показываем, то есть, скорее всего, это онкологические моменты. Симптом Кеннига дифференциальная диагностика между раковой опухолью и фиброаденомой и узловой мастопатией. То есть, раковая опухоль и фиброаденома, они все пальпируются у нас с вами в состоянии стоя, но когда мы их кладем и прижимаем, раковая опухоль и фиброаденома сохранятся, а участок узловой мастопатии по типу исчезнет. То есть, и это будет как дифференциальная диагностика, но это, естественно, у нас с вами уже в прошлом, у нас для этого с вами есть ультразвук, но на это все равно надо ориентироваться, что если мы с вами положили и плотность сохраняется, то дальше, даже если вы по ультразвуку не видите каких-то моментов, берите диагностическую пункцию, потому что в данном случае были такие моменты, что ни на мамограмме ничего не видим, ни на ультразвуке, ну, не к чему придраться, а пальпаторно все-таки плотность есть. Брали трипомбиопсию, вдруг оказывалась онкология, поэтому вот они не всегда у нас с вами типичные имеют изменения тканей, да, бывает, просто еще не вышли из, ну, как бы нет достаточно отечности ткани, чтобы мы это увидели, поэтому тут же опять отек, да, сейчас наши современные методики, они все основаны на том, что опухоль, активно строит свой ангиогенез, и у нас получается активное кровоснабжение, тем самым идет еще и в принципе отечность, а если у нас какая-нибудь вялотекущая, таких моментов мы можем пропустить, поэтому тут всегда надо держать уховостро. Есть синдром Холстеда, то есть это по поводу легкое сдавливание опухоли между пальцами в случае коллоидного рака, да, медулярного, создает впечатление разрыва капсулы опухоли, растекания желеподобного вещества, размер опухоли не меняется. Когда мы раньше с вами были врачами, потому что мы на этих тонкостях как-то ориентировались, то сейчас конечно у нас с вами есть цитология, гистология, да, смотрите, мы из зоны гистологии ушли уже в зону гистологии, а гистология ушла уже у нас с вами ВГХ, да, то есть только по прокрашиванию рецепторов ориентируются, ставят диагнозы, хотя клинические, гистологические, иногда кажется, что все, рак, ничего подобного, как-то все это обходится стороной, поэтому такие моменты у нас сейчас с вами существуют, но вот холстет не только со своими операциями, но вот такими наблюдениями тоже я не встречала, я даже вчера позвонила, говорю, объясните мне, расскажите мне, вот как вы это понимаете, потому что в принципе, во-первых, мы не сдавливаем сейчас так активно опухоль, во-вторых, все-таки достаточно редкая коллоидная, ну или медулярная, если есть рак, но все равно вот такие наблюдения есть. Симптом пайра это когда у нас кожа над опухолью не берется в складку, складки эти неравномерные и как бы огибают опухоль, а не берется в складку, мы даже тоже подавали тут такую там на патент по поводу этих клинических осмотров систем, поэтому в данном случае у нас получается, что там внутри есть плотность, которая нам с вами создает отек, и получается, что наша привычная как бы та складочка, которая равномерно идет по молочной железе, она упирается в опухоль и не прокатывается, вот, поэтому в данном случае это тоже было нашими клиницистами, но опять-таки, видите, немецкий хирург, немецкий хирург, то есть везде одно и то же. Втягивание кожи над опухолью при поднятии руки, то есть опухоль, которая у нас с вами фиксирует к себе эту кожу, почему мы просим женщин поднять руки вверх, симптом Янишевского как раз, потому что если эта опухоль фиксирована, она кожу как раз в себя подтянет, когда женщина стоит расслабленная, вроде мы, нам кажется, что вся молочная железа равномерная, но когда мы руки просим поднять наверх, как раз выявляется данный дефект, и дальше мы уже с вами на эту зону обязательно обращаем внимание. Мы когда еще такие вещи иногда можем, нам нужно дифференцировать, если были операции и какой-нибудь есть рубцовый дефект, но это симптом Янишевского оказывается. Симптом РИ это в обратную сторону, то есть если у нас опухоль фиксирована грудной стенки, то при отведении руки у нас эта опухоль остается фиксирована, то есть она никуда не сдвигается, потому что по идее мы когда с вами опять-таки руки просим поднять наши с вами молочные железы, она тягивается на грудную клетку и тем самым мы смотрим и мы видим что в принципе молочная железа поднимается наверх за руками и вот перераспределяется как бы вся движется, но если у нас с вами есть опухоль, то она останется у нас онкологической, она останется у нас на месте, то есть такой симптом РИ. Симптом Форже это когда опухоль в верхних квадрантах, то сосок он поднимается наверх и становится выше, если брать по горизонтали, по сравнению с соском по противоположной стороны. То есть мы с вами в принципе знаем, что когда у нас идут какие-то изменения в тканях молочной железы, она может стать больше, а иногда у нас получается, что она наоборот как бы опухоль съедается. Здесь принцип тоже оказался такой же, когда у нас с вами есть опухоль и она начинает в себя втягивать и фиксировать к себе эти ткани, то сосок с этой пораженной стороны он у нас с вами получается выше. Я помню, мне прислали эту пациентку вообще с вопросом, что наверное там активный микоз, но нет, это просто запущенное у нас уже кожное проявление онкологического процесса, но в принципе здесь тоже видно, что этот сосок выше по горизонтали по сравнению со здоровой молочной железой. Симптом зоргиса, мы слышали с вами, что лимфоузел, как строжевой лимфоузел, и в данном случае он описывал, но это опять-таки все моменты, которые раньше врачи, каждый из них знал все это для того, чтобы не пропустить чего-то, а сейчас мне, конечно, для того, чтобы не пропустить, нужна хорошая техника, шикарный маммограф, да, с контрастом, ультразвук, который бы уже экспертного класса, да, с разной частотой, глубиной, там, подобное, но симптом зоргиус о чем? О том, что у нас с вами в первую очередь прощупывается увеличение лимфоузла зоргиса под нижним краем большой грудной мышцы, то есть туда идет основной лимфоотток от, в основном, всех наружных квадрантов молочной железы, если в них есть опухоль, то есть если лимфоузел активно, ну, искать первый вот этот строжевой лимфоузел, это как раз симптом зоргиуса. Труазье симптом это получается лимфоузел в как раз в медиальном отделе надключичного треугольника, и это будет характеризовать то, что уже есть другие метастазы, то есть если мы находим здесь, значит есть метастазы парастернальные, медиастернальные лимфоузлы, то есть это идет такая запущенная стадия онкологического процесса, поэтому в данном случае ну просто уже вот такие наблюдения люди публиковали, подводя определенные итоги. Это тоже такое мы с вами сталкиваемся. есть еще несколько симптомов, которые наверное сейчас уже не настолько актуальны, симптом Саймона, это появление полиурия у больных раком молочной железы, но это не на начальных стадиях, то есть не путайте, не услышите меня коряво, это сигнализирует обовлечение парано-пластических процессов уже гипоталимонического отдела мозга, то есть это когда уже вдруг везде уже метастазы и как раз уже в голове есть в головном мозге, и тогда вдруг у этих пациентов начинается симптом полиурии, то есть это ну надеюсь, что мы сейчас с этим практически не сталкиваемся. Такой метод диагностики был симптом Машковича обтирание кожи молочной железы эфиром со спиртом. Конечно же мы сейчас с вами не используем такие методы диагностики это при обтирании эфира со спиртом если под этой зоной шел отек то у нас шло побледнение в области опухоли и все остальное зона краснела то есть мы могли оценить вот эту зону распространения этой опухоли из-за нервномерности кровоснабжения вследствие издавления стенокартерии раковой инфильтрации. Симптом сну метастаза рака выпячивания в грудине то есть каждый старался внести свой вклад наблюдение но вы же сами понимаете это все уже достаточно такие запущенные случаи поэтому если вы найдете что-нибудь еще или знаете кого-то еще буду безумно благодарна присылайте потому что действительно такая знаете будем с вами вспоминать историю и доставать какие-то полезные сведения кто-то из них сейчас уже потерял актуальность какие-то наоборот до сих пор актуальна по внешним видам мы с вами конечно же понимаем что желательно выявлять всю патологию на ранних как бы этапах инструментальной диагностики а не когда у нас с вами уже все это визуально видно поэтому в данном случае я заканчиваю данную лекцию чем у нас есть такая картинка ходит в интернете по поводу лимонов какие бывают симптомы и это все могут быть симптомами онкологических процессов то есть небольшие уплотнения которые вы можете прощупать не факт что это фиброденома поэтому пожалуйста обращайте на это внимание выпуклость тоже может быть как и при доброкачественных процессах так и при онкологических не встречалось но описывают что выбухание вен в зоне отек может быть как принцип более активного кровоснабжения втянутый сосок конечно же если он был втянут всегда это одна ситуация если он вдруг втянут фиксирован к тканям это другая ситуация поэтому в данном случае идет втягивание соска и если мы его не можем вытащить то это один из симптомов онкологических проблем асимметрия за счет не врожденных каких-то пороков а вдруг в течение последнего полгода нарастает асимметрия одной стороны тоже за счет отечности может быть поэтому на это надо обращать внимание апельсиновая корка изменение цвета в том числе для нас с вами мы понимаем что идет нарушение лимфоотока за счет забивания кровеносных сосудов раковыми эмболами еще следующий симптом это уплотнение внутри то есть мы с вами пальпируем так вроде внешне все хорошо но мы пальпируем понимаем что есть неравномерность плотности сравнивайте всегда правую и левую для нас это дает определенную возможность облегчает нам с вами диагностику когда мы с вами правая и левая знаете всегда смешно приходят пациенты и говорят что я их там начинаю смотреть ну мне по привычнее с правой стороны они такие нет у меня проблема с левой стороны я говорю хорошо я сейчас дойду до левой стороны вот то есть конечно же смотреть надо обе железы тем более что зачастую они приходят там я не знаю с кистой с одной стороны а вы находитесь онкологией с другой стороны то есть поэтому приходят они с жалобой именно на допустим уплотнение которое вызвано скоплением жидкости определенная неравномерность кожи тоже отечности бугристости это тоже как с лимфостазом выделение обращайте внимание и часто слышу как-то меня попросили про анализировать и пообщаться с врачами из одной клиники для того чтобы ну как бы посмотреть уровень грамотности и спрашиваю у онколога который сидит на приеме как он осматривает он мне сказал что он как пропальпировал я говорю а выделение он говорит вы что на сосок давить нельзя я говорю как с этого момента поподробнее пожалуйста он говорит а там можно травмировать я говорю да что вы говорите а как вы будете ловить внутрепротоковые разрастания он говорит по УЗИ я говорю замечательно вот и конечно же мы с вами всякие сертификаты еще что-то если человек думать не хочет то мы с вами он может иметь любые степени сертификаты но вот свою работу делать спустя рукава то есть конечно это так ну как бы недопустимо да но опять иногда когда я выставляю какие-то примеры такие душесчипательные что пациенты ходили долго с какой-то патологией на них никто не обращал внимания вернее они обследовались они говорят почему вы не скажете тому доктору где она наблюдалась ну я в конце концов только такой же практикующий врач как мы с вами то есть извините не моя задача моя задача делать смотреть на себя и делать свою хорошо а чтобы тот врач делал свою работу хорошо я вот решил что ведя такие образовательные программы этого уже достаточно разбираться что он там не так делал его наказывать или еще что-то это точно не моя задача еще симптомы это покраснение или пульсация у нас действительно с вами мы знаем что с одной стороны это больше симптоматика такого агрессивного воспаления но бывают у нас с вами маститоподобные формы рака кстати я еще вот очень боюсь слово от своих пациентов которое звучит как дискомфорт в молочной железе и это тоже получается что надо обратить внимание одно дело если мы там в этой зоне дискомфорта нашли кисту а другое дело если мы там нашли определенную плотность который допустим аденоз и к ней придираться потому что иногда нету на первичных начальных этапах жалоб а есть просто что-то неудобство какое-то в этой зоне а у нас там на самом деле идут уже серьезные проблемы изъязвление это уже естественно запущенные процессы втяжения доброкачественная опухоль такие симптоматики не дают поэтому для нас с вами конечно же вот этот внешний вид не сбрасывайте его со счетов это тоже важно хотя конечно уже увы и поздно потому что не забыли что это не забыли это не забыли Продолжение следует...